МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прихожане Багаевленского храма вместе с духовенством совершили крестный ход в Пустозерск. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нижалова. В Нинецком округе дан старт предварительному голосованию. Выдвижение участников предварительного голосования начинается со 2 апреля и заканчивается 8 мая. Их регистрация завершится не позднее 13 мая. К этому же сроку должен быть сформирован список участников предварительного голосования. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня. Как отметил секретарь Нинецкого регионального отделения партии Денис Гусев, предварительное голосование – обязательная партийная процедура, прописанная в Уставе Единой России. Цель предварительного голосования – выявить кандидатов, которые пользуются наибольшим авторитетом у граждан. Именно их партия поддержит на выборах 9 сентября 2018 года. Предложить свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании могут не только члены партии, но и беспартийные граждане, отметил Денис Гусев. Осенью в Нинецком округе пройдет сразу несколько избирательных кампаний. Жителям предстоит избрать новый состав окружного собрания, депутатов в Архангельское областное законодательное собрание от Нинецкого округа, главу и 11 депутатов Совета административного центра Заполярного района поселка Искателей, 7 глав сельских муниципальных образований и 51 депутата постсоветов. В Общероссийском народном фронте прошло заседание рабочей группы, посвященное кадастровой оценке объектов недвижимости. Актуальность этой проблемы связана с тем, что президент России Владимир Путин в своем послании дал поручение правительству до 1 июля 2018 года внести поправки в Госдуму с тем, что налоги, которые исчисляются от кадастровой стоимости объекта, были соразмерными, справедливыми и по карману рядовым гражданам. О том, насколько безболезненным этот переход будет для жителей Ненецкого округа, расскажет Любовь Пермякова. С 1 января прошлого года наш регион перешел на исчисление налога на недвижимость, исходя не из инвентаризационной оценки БТИ, которая существовала ранее, а от оценки кадастровой стоимости. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Ненецком автономном округе и члена Ассоциации юристов России Валерия Чупрова, разница между этими оценками весьма существенная, а это значит, она отразится на карманах жителей округа. Совсем скоро каждый гражданин сможет в этом убедиться, получив извещение на уплату налога за прошлый год. Чтобы цифры в квитанции не шокировали людей, сегодня за круглым столом представители региональной власти с фронтовиками решали, какие шаги нужно предпринять, чтобы такой переход был максимально комфортным. Для жителя, для гражданина и понятной процедурой, и удобной, и максимально быстрой, ну и желательно дешевой. Потому что на сегодняшний день случаи оспаривания, они есть и значительно снижают и в два, и в три раза кадастровую стоимость соответствующей комиссии. Но стоимость этой услуги, допустим, от 15 тысяч рублей. Поэтому вызывают большое опасение, насколько мягко и комфортно это все будет проходить. Большое внимание на встречу было уделено вопросу создания специального государственного бюджетного регионального учреждения. Это обязывает сделать федеральный закон 327. Учреждение и будет оценивать все объекты недвижимости на территории округа, а также заниматься рассмотрением жалоб, споров, обращений по пересмотру кадастровой оценки. Округ уже ведет работу по этому направлению. И вероятнее всего, с 1 июля 2018 года такое специальное учреждение будет создано. Ну а пока гражданам придется набраться терпения. Будет определенный такой период без времени, так скажем, когда вновь созданное учреждение произведет государственную кадастровую оценку, но для нас с вами, как жителей, как собственников каких-то объектов, она станет реальной и отразится на наших налогах, на наших кошельках только в 2020 году. То есть нам еще полтора года, хотим мы этого или не хотим, жить по той оценке, которая зафиксирована на сегодняшний день. По итогам заседания рабочей группы члены ОНФ рекомендовали региональным исполнительным органам власти разработать дорожную карту по созданию нового государственного учреждения и с помощью средств массовой информации разъяснять те изменения, которые происходят в сфере кадастровой оценки недвижимости. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север. Первый заместитель губернатора НАУ Юрий Мурадов высоко оценил качество огурцов и зелени Ненецкой агропромышленной компании. Сегодня он с рабочим визитом побывал в тепличном комбинате «Солнышко», где обсудил с руководством ряд проблем. По словам Юрия Мурадова, к развитию сельского хозяйства в округе необходимо применять самые современные подходы. В подвале площадей не хватает. Мы ежегодно закупаем. В этом году 16 тонн получилось, закупили сетка. И вот выгонка зеленой лука тоже постоянно есть. Ознакомительная экскурсия для первого заместителя губернатора НАУ Юрия Мурадова началась с осмотра самой большой теплицы. Сейчас здесь выращивают огурцы и зелень. Раньше свежую продукцию местных аграриев закупали детские сады и школы. Сейчас с тепличным комбинатом сотрудничают только два дошкольных учреждения. Впрочем, конкурентов у «Солнышка» хватает. Взять, к примеру, цветочную рассаду для озеленения города. Сколько же три года у нас проблемы, да? Конкурсы проигрывали. Их выигрывают, как правило, Архангельск. Или там ребята откуда-то везут эти цветы. Но качество, конечно, то озеленение, которое было, когда делала агропромышленная компания, то, что сейчас вводится в городе. Это небо и земля. Предлагаем свое что-то, но себестоимость мы не вкладываемся в ту, которую предлагают наши конкуренты. Впрочем, спрос на цветы для открытого грунта есть. Местные жители закупают здесь рассаду для озеленения своих участков и дворов. Пусть и не в таких глобальных масштабах, как это мог бы делать город. Кроме того, большой популярностью у населения пользуется огуречная рассада. Теплица есть, они покупают у нас, высаживают. Она тоже у нас по срокам. Конец мая, начало июля. Заказали. А в домашних условиях растет? Растет. На подоконниках? На подоконниках растет. В основном огурец с томатом. Здесь редиска. А какой цикл сколько занимает? Это от момента посадки до готового продукта? Два месяца. Два месяца? Да, это для огурца, для томата четыре. Анатолий Чудочин говорит, тепличный комбинат готов увеличить объем урожая и обеспечивать население свежими овощами и зеленью круглый год. Но для этого требуются дополнительные площади, а их на сегодня нет. Новая теплица до сих пор недостроена. Я надеюсь, что в ближайшее время мы разберемся с той теплицей, которая у нас недостроена, и взамен вот этого замороженного проекта мы получим какую-то современную наработку российскую, последнюю, из того, что позволит нам здесь выращивать эффективно овощи и снабжать прежде всего город и регион свежими своими продуктами. Для нас обеспечение продовольственной безопасности – это немаловажный вопрос с учетом нашей логистики. Как отметил первый заместитель губернатора НАУ Юрий Мурадов, к развитию сельского хозяйства в регионе необходимо применять современные подходы. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Отдел наркоконтроля подвел итоги первого этапа акции «Сообщить, где торгуют смертью». В результате проверки поступившей информации от граждан было выявлено два преступления. Факты сбыта наркотиков – синтетического происхождения от так называемых спайсов. По словам начальника отдела наркоконтроля Евгения Солоновича, лица, причастные к сбыту спайсов, установлены. По данным фактам проводится расследование. Помимо этого, к административной ответственности привлечено трое жителей города Наринмара. Составлено три административных протокола. Два из которых по хранению наркотических средств в незначительном размере и одно по потреблению наркотиков. Выявлен факт. Лица привлечены к административной ответственности. Помимо этого, пользуясь случилось, хотелось бы поблагодарить население и всех, как еще раз говорю, субъектов профилактики с участием в этой акции. Считаю, что она привела к результатам вся эта работа. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» направлена на получение от населения информации о лицах, употребляющих наркотики, занимающихся их сбытом или изготовлением. Эту информацию граждане могут сообщать в отдел наркоконтроля как анонимно, так и гласно. Номера телефонов, по которым принимается информация от населения, указаны на баннерах. Геологи отметили свой профессиональный праздник. Его учредили 52 года назад, когда были открыты крупнейшие месторождения в Сибири. А вот первые месторождения на карте Нинецкого округа появились еще раньше, 60 лет назад. С тех пор на территории заполярного субъекта разведаны десятки перспективных залежей. Многие сейчас являются действующими. День геолога накануне отметили на главной площади поселка Искателей. Впрочем, это не единственный праздник. Муниципальному образованию исполнилось 44 года. Детские игровые площадки, мастер-классы, песни и танцы. Жители поселка Искателей отмечают сразу двойной праздник. Муниципалитету 44, геологоразведки 60. Исторические события, которые неразрывно связаны между собой. А это моя внучка. Можно показать. Здесь у меня родились четыре внучки. Ольга Фролова долгое время работала в Тиманской экспедиции. Ее муж, прославленный гидрогеолог в Нинецком округе Александр Несифоров, изучал состав и закономерности движения подземных вод. Он открыл минеральную воду на рыбокомбинате, знаете? Потом ее почему-то прикрыли. А она так и называлась. Несифоровка. Ему была фамилия Несифоровка. Все, я очень волнуюсь. Спасибо. Геологоразведочные работы на территории заполярного субъекта начались с 1 апреля 1968. Тогда была образована нефтегазовая экспедиция глубокого бурения номер 5. В последующие годы месторождения открывали одно за другим. В регион приходили все новые недропользователи. Минувшей осенью в поселке появился памятный стенд. На нем история геологоразведки. Героев должны знать в лицо, считают в местной администрации. Василковская, Харягинская, Варандейская. За 40 с лишним лет открыто множество месторождений. Это, конечно, заслуга тех, кто строил, работал и жил в этом поселке. Растихин, Ордалин, Титов. В честь этих людей названы не только улицы, но и действующие месторождения. Сегодня округ живет, будем говорить, в нормальном ритме. Строит жилье, строит инфраструктуру, социалку, например, да, все это. Это благодаря геолам. Это основная доходная часть. Сегодня, кроме всего прочего, разведаны и другие полезные ископаемые. Есть и никель, есть и уголь. Все это в промышленных масштабах. Сегодня с этой трибуны перед всеми нами поют песни наши дети, выступают с хорошими словами для того, чтобы еще и еще раз вспомнить тех первых, кто создавал эту великую и замечательную традицию. И эта история, которая родилась в наших глазах, сегодня закреплена всей нашей жизнью. Первые деревянные строения, так называемые бараки и другую инфраструктуру здесь возвели геологи. И жилье предполагалось будет временным. Однако многие дома стоят уже 40 лет. С годами поселок только развивался. Появились школа, спортзал, дом культуры. Теперь муниципальное образование называют самым развитым в Ненинском округе. Оно и неудивительно. Населенный пункт расположен всего в 10 километрах от Наринмара. Со столицей региона связывает постоянная дорога. Видели где-нибудь бараки? Вот. И этого ничего не было. Одни бараки стояли. Но и то жили весело. Не только сейчас, но тогда было веселее, по-моему. Как-то люди были вроде бы доброжелательные. Надо быстрее снести все эти дома, и чтобы люди жили в хорошем, благоустроенном жилье. Мы доступная среда. Я всегда говорю за нее, чтобы она была доступна для всех. В ближайшее время в поселке сдадут несколько современных домов. Квартиры получат те, кто живет в аварийных строениях. В планах возвести и новую школу. Правда, произойдет это не раньше 2022 года. Олег Хатанзейский, Игорь Тарасевич, Телеканал Север. Крестным ходом в Пустозерск 1 апреля в Большой православный праздник вход Господень в Иерусалим, или как его называют в народе, вербное воскресенье, отправились прихожане Богоевленского храма и духовенство Наринмарской мизинской епархии. Подробнее в материале Ольги Русул. Крестный ход в Пустозерск уже традиция. Два раза в год, весной и летом, вот уже на протяжении 7 лет, Наринмарская епархия отправляется в городище, чтобы помолиться на месте, где располагался главный православный храм первого заполярного города, основанного в 1499 году. Пять веков назад, в 1518 году, жители Печоры были крещены православным обрядом. В 16 веке на территории Пустозерска располагалось три храма. Преображенский центральный храм, Веденский, основной приход его был солдаты и стрельцы, и Никольский для рыбаков и крестьян. Вот именно здесь располагался Преображенский храм. Треколы, воздушная подушка и снегоходы к Пустозерску прихожане едут на транспорте. От берега, как положено, с хоругвями и иконами пешей около 500 метров. Идти трудно, бродно, но преодолевая трудности, прихожане достигают места, где проходит молебен. Православные молились о возрождении будущности русского севера, российской Арктики. По окончанию службы владыка Иаков окропил верующих святой водой. Но торжества на этом не закончились. Медаль Русской Православной Церкви «Восстановление патриаршества на Руси» вручена полковнику полиции Александру Агрысько. Поздравляю. Желаю помощи Божией. И хочу сказать, что... Впрочем, неожиданности на этом не заканчиваются. Артем Михеев в этом крестном ходе принял решение пройти обряд крещения. Подросток отправился в Пустозерск вместе с мамой Оксаной. В семье не настаивали на принятии веры, дали возможность подумать. И вот во время крестного хода Артем определился. Мы приехали сюда, и вот он... Давай, мама, я крещённая или нет? Начал задавать вопросы. Я говорю, ну вот, нет, сына, говорю, это так как-то получилось у нас. Я очень хочу. И вот, видно, сила какая-то вот, не знаю, со стороны какая-то сила, видно, вдохновила его на этот шаг. Так коснулась благодать и решился креститься. Вот и всё. Если очень кратко. Так ведь? Конечно. Он решил быть вместе со всей Святой Руссией. С папой, с мамой, с дедушками, с бабушками, которые всегда были православными, любили Отечество, шли всегда к Богу, совершали подвиг этой жизни во кресте. Впервые в крестном ходе в Пустозерск принял участие глава региона Александр Цибульский. Он отметил, это отрадно, что православная составляющая этого места продолжает жить спустя столетия. Мне приятно, что Пустозерск возрождается. Мне кажется, что это то место, которое заслуживает особого внимания. И приятно, что люди, несмотря на непогоду в этот православный праздник, в это верное воскресенье, пришли сюда, совершили молебен. Прекрасная традиция. Я надеюсь, что она будет продолжаться, и Пустозерск будет развиваться в принципе и получит свою вторую рожду. Городище Пустозерск, оставшееся навсегда от вердыни православной веры, не под властной забвению, служит духовной вехой для православных христиан. Это центр, откуда православная вера распространилась по Печоре. И здесь мы особенно ощущаем близость Бога. И в этот молебен, достигшись сюда, мы вместе с поколениями, со всеми поколениями русских православных людей, созидавших Русь, созидавших святую Северную Русь, русскую, российскую Арктику. Это дело продолжается. И свидетельство тому, в сегодняшний благословенный день, солнце пробивавшееся сквозь облака. И действительно, когда участники крестного хода вернулись на Ринмар, на небе сияло солнце. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал Север. Самые сильные спортсмены собрались в выходные во дворце спорта «Норд». Здесь проходил чемпионат Нинецкого округа по пауэрлифтингу. Пауэрлифтинг также называют силовым трейборьем. В него входят три упражнения – приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги. Квалификация спортсмена определяется по сумме веса, взятого в этих упражнениях. По мнению организаторов, чемпионат 2018 года – самый массовый и зрелищный. Участие в нем приняли более 40 спортсменов в возрасте от 11 до 50 лет. Радамир Марков занимается пауэрлифтингом три года, регулярно посещает тренировки. Но считает, что главное все же не победа, а участие. «Я сегодня так выступаю, не для победы, да». Пауэрлифтинг – один из самых популярных сейчас видов спорта, как среди юношей, так и среди девушек. Но для того, чтобы успешно выступать на соревнованиях, важно регулярно тренироваться, считает педагог Валерий Мартынов. «Физическая подготовка воспитанников – самая главная сложность. Подготовился хорошо – значит выступает. Не подготовился – значит не выступает. Или выступает – не очень хорошо». Впрочем, главный судья соревнований Руслан Костылев считает, что спортсмены подготовлены неплохо. «Подготовка довольно-таки неплохая. Многие ребята показывают довольно-таки высокие результаты. Результаты нормативов кандидатов в мастера спорта выполняют двое надавленных спортсменов. И трое спортсменов – первый спортивный развед. Впервые выступил. Таким образом, в абсолютной категории среди женщин победа за воспитанницей Норда Галины Подлёдного. Кроме того, она выполнила первый спортивный разряд. У мужчин в абсолютном зачёте лидерство за Виктором Поповым. Кроме того, спортсмены Сергей Ермолин, выполнивший первый спортивный разряд, Александр Кисляков, ставший кандидатом в мастера спорта, и Галина Подлёдного будут защищать честь округа на всероссийских соревнованиях в Москве. Иван Никонов, Ольга Руссул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.